Как жить вообще после отбеливания? Лучше ходить с красивой улыбкой, чем с красивым айфоном. Назови цену этой искренней улыбки. Искренняя улыбка бесплатна. На что вообще не стоит тратить время и деньги? Маленькую такую штучку, зажигалку там ставят в рот, она типа отбеливает, это и так далее, это полный бред. Как занудные пациенты. Если тебе уже не хочется с этим пациентом поработать, скажи такую цену, за которую ты захочешь с ним поработать. Самый главный вопрос, почему же стоматология такая дорогая? Во-первых, нужно понимать о том, что наше в целом здоровье в первую очередь начинается с нашей ротовой полости. То есть мы кушаем. Без еды никакой у вас здоровья речи быть не может. Соответственно, почему она должна быть дешевой? Это один из факторов. Второй фактор. Многие материалы используются импортные и очень дорогие. И третий фактор – это врач сам. Насколько он компетентен и насколько он оценивает свое время и свои знания, которые он вкладывает. Потому что мы не продаем материал. Мы даже не продаем услугу. Мы оказываем медицинскую помощь. После скольки зубов, коронок, имплантов, виниров ты можешь себе позволить отдых на Майами-бич. Ну, хотя бы на три дня. Ну, когда только начинаешь, это кажется чем-то за горами. Но тогда, когда у тебя определенный опыт есть, достаточно одного пациента. Одного? Одного. И сколько же... И сколько же все-таки стоит искренне улыбаться, искренне улыбнуться? Вот эта цена. Назови цену этой искренней улыбки. Искренне улыбка бесплатна. Красивая иногда нужно за нее платить. Говорят, что 90% людей прикус неправильный. А может он неправильный, потому что правильный изначально? Типа неправильный уже считается правильным. Ну, к огромному сожалению, то есть, как бы, этот вопрос так и есть. Огромное количество по процентам, около 90%, реально не соответствует стандартам, скажем так, правильной окклюзии. А это все очень взаимосвязано еще с детства. То есть, проблему в детской стоматологии тогда, когда или родители не оказывают должного внимания молочным зубам, или же врачи тоже могут порой относиться, типа молочные зубы, давай удалим. А тогда, когда этот зуб должен еще прослужить лет 3, 4, 5, удалили раньше времени, сместились другие, которые есть во рту, должно прорезаться новое, нет места. И получается, искривление в одном зубе приводит к искривлению вообще в целом прикусе. Есть у организма, конечно, компенсаторные способности. То есть, она компенсирует до какой-то степени. Допустим, у меня не идеальный прикус, но у меня есть компенсация. То есть, как бы все нормально, никаких проблем нет. Не каждый неидеальный прикус требует именно коррекции. Но есть определенная грань, за чертой которого обязательно нужно исправлять. Потому что потом будет проблема с уставом, из-за чего возникают головные боли, проблема с открыванием рта, и в целом изнашивание зубов раньше времени. Прикус не всегда можно исправить, да, наверное? Или всегда? Всегда можно исправить, но иногда цена вопроса может быть очень дорогой. Что имеется в виду? То есть, иногда для исправления недостаточно просто брекетов или других таких систем. Иногда нужно вмешательство хирургов челюстно-лицевых, которые будут двигать прям кости. Потому что проблема уже костной стала, не только прикусы. Даже если взять меня, прикус, он не был правильным предположим, исправлен. И брекеты изначально помогли, а потом, когда снимаешь брекеты, снимаешь там всякие, ну, что за железочки, которые стоят и еще подкрепляют зубы, они расходятся через какое-то время. И все начинают винить стоматолог, руки кривые, все не так, железочки тоже не то. А на самом деле кроется проблема в этом прикусе. Как тогда вот быть между вот этим прикусом и брекетами? Стоматолог-ортодонт, который занимается именно брекетами, его основная задача должна быть не только исправление визуально формы зубов, то есть чтобы они были в одном ряду. Его основная задача это чтобы, начиная от суставного диска, заканчивая полным соотношением челюстей, чтобы все это было в полной гармонии. Что имеется в виду? Каждый зуб должен находиться на своем месте. Даже если все ровно, он может не находиться на своем месте. А у нас очень сложный, скажем так, механизм, который контролируется не только тем, где в кости зуб находится. Наши все мышцы, наш язык, вот все это влияет на положение зуба. И если добился якобы результат, но не была найдена вот эта гармония между этими силами, которые действуют с одной стороны с языка, с другой стороны с щеки, то, разумеется, через определенное время какой-то из сил перевесит и будет выталкивать зуб опять из этого ровного зубного ряда. Раньше это были пластинки, далее мода брекеты, сегодня это элайнеры. Что нужно выбирать? Пластину нужно выбирать у детей, у которого еще не прорезались все постоянные зубы. С момента прорезывания всех постоянных зубов мы переходим на брекеты или на элайнеры. То есть они взаимозаменяемые порой, потому что у брекетов есть один минус – это эстетика. Не все, скажем так, пациенты соглашаются на то, чтобы ходить с этими железяками, как говорится. Из-за этого и учитывая эти моменты, была разработана как раз-таки система элайнеров. Что это такое? Скажем так, после определенной диагностики искусственный интеллект выдает нам результат конечный, который мы можем получить. Это результат у разных пациентов получается за разные этапы. То есть у кого-то может понадобиться там 10 этапов, а у кого-то целых 25. И если устраивает и врача, и пациента, скажем так, то, что нам выдала программа, то идут вот эти степы, то есть шаги. То есть это, грубо говоря, прозрачные капы, которые одеваются поочередно. То есть одели одну-две недели походили, потом одели вторую, еще две недели, и с каждым таким шагом вы ближе становитесь к тем ровным зубам и той классной лубке. Элайнеры еще дороже, чем брекеты, как я понимаю, потому что капы это не дешевое. Да, потому что одно дело один раз брекет поставить, другое дело каждые две недели капы менять. Это одна сторона. А вторая сторона, это все-таки новые технологии, это, скажем так, определенные программы, которые очень дорого стоят и работают, то есть как бы на этом искусственном интеллекте. То есть врачам приходится заплатить еще и за научную сторону, скажем так, этого вопроса. Единственное, во время еды капы снимается. Также ночью его нужно ставить. А брекеты очень тяжело вычищать. Да, есть такой момент. Ну, для того, чтобы вычищать брекеты, есть на самом деле достаточно много арсенала, которым просто ленится пользоваться наши пациенты. Это начиная от мелких ёршиков, заканчивая ирригаторами, которые под давлением воды, то есть все вычищают. С, скажем так, элайнерами нет таких проблем, потому что ты чистишь зубы, как обычно чистишь. Поэтому элайнерами, мне кажется, удобнее по отзывам пациентов, точнее, не то, что мне кажется. Вот, по отзывам пациентов элайнеры удобнее, а по времени реабилитации брекеты быстрее. А можно ли целоваться с брекетами? Насколько это удобнее? И есть вариант задеть другого человека, если еще у него брекеты. Личного опыта не было, но говорят, нормально все. То есть главное, чтобы тогда, когда поменяли дугу, в тот день не надо, потому что любое прикосновение будет больно. И вот мы доходим до того возраста, когда нам начинают на нервы действовать зубы мудрости. Они вылезают. Функция, ну да, понятно, раньше они нужны были, потому что помогали пережевывать пищу и так далее. Так сейчас же уже не тот век. И в 30 лет их нужно либо убирать, либо избавляться и так далее. Вот нужно ли, правильно ли, или можно с ними жить до 50 лет, хочется узнать все о зубах мудрости. Тут вопрос очень индивидуальный. По причине, почему они раньше были, и сейчас они стали бесполезными, вы правильно отметили, потому что раньше все-таки мы питались по-другому. Мы питались более жесткой пищей. Наша челюсть развивалась получше. И, соответственно, то есть как бы была в них потребность и было место в нашей челюсти, когда они прорезываются. На данный момент пошло определенного плана, скажем так, недоразвития в нашей челюсти. Она не успевает и не может развиться до таких, ну такого размера, в котором эти зубы мудрости могут спокойно вылезти и спокойно выполнять свою функцию. Вот из-за чего, собственно, и возникают вот эти проблемы, связанные с ними. А проблема в чем заключается? Тогда, когда этот зуб мудрости должен прорезаться параллельно другому зубу. Вместо этого он, из-за того, что места нет, он начинает в разные стороны. И чаще всего он упирается в предыдущий зуб, то есть на седьмой, и начинает толкать. А это к чему приводит? Если даже у ребенка были здоровые зубы, ровный ряд, правильный прикус, в лет 16-17, когда это начинает прорезываться, начинает этот зуб мудрости толкать все другие, и начинаются вот эти искривления вот этого всего ряда. То есть какой прикус может испортиться не только в детстве, но как раз таки и в таком юношеском возрасте, в лет 17-18, вот этот возраст очень такое частое искривление. Иногда мы не обращаем на это внимание и вовремя не действуем, что имеется в виду. То есть у меня, допустим, у самого личного был такой случай. У меня, когда зубы мудрости начали прорезываться, я учился уже в стоматологии, и я увидел, что вот-вот у меня уже хотят искривляться передние зубы. То есть они вот чуть-чуть уже съезжаются. Из-за того, что знал эту информацию, сразу обратился, сразу удалил зуб мудрости, и все окей, перестало. То есть как бы это... Но если бы я этого не сделал, то получился бы у меня вот такой вот передние зубы друг на друга, потому что сзади толкают эти вот зубы мудрости. По поводу, зачем они... Точнее, что с ними делать? Обязательно проводить рентгенологическую диагностику, лет в 16, плюс-минус. Тогда уже эти зачатки есть, и можно предположить, они смогут правильно прорезаться, или они вызовут проблему. Если есть риск вызывания проблемы, лучше, чем они меньше. То есть одно дело, у них сформировалась и коронковая часть, и корни. И ты это все должен еще внутри кости вытаскивать. А другое дело, у них только коронковая часть, еле-еле уже сформированная. Ты просто его в таком зачаточном состоянии, скажем так, удаляешь. Меньше травматизации для пациентов, и нет риска, скажем так, какие они могут вызывать. В любом случае, мне кажется, это адская боль, потому что все мои зубы мудрости. Один раз разрезали десну, это была операция, второй раз она была вроде маленькой, формы зародыша, я называю, потому что вылезает, это вылезает не зуб, а просто какой-то непонятный зародыш. Но все равно больно, даже если там есть уколы и так далее. А нет ли каких-то вот таких техник, инноваций, чтобы облегчить все это дело? Не прибегать, может быть, к хирургии, потому что чаще всего стоматологи отправляют к хирургу. К сожалению, к хирургии не прибегать не получится, потому что если он неправильно будет прорезываться, он находится внутри костей, каким образом его еще оттуда вытащите? Но, опять-таки, все зависит еще от компетенции врача. Хороший хирург, который не будет делать лишних движений, скажем так, одним ровным разрезом, одним ровным, скажем так, касанием и так далее, то есть там тоже нужно определенный план это зуб тоже разрезать, вытаскивать. То есть чем меньше движений делает стоматолог, чем меньше травматизация во время операции, тем больше, скажем так, комфорта для пациента после операции. То есть не каждое удаление зуба мудрости идет такими-то сильными болями. И плюс еще, все зависит еще от пациента тоже, насколько пациент будет следить указанием врача. Потому что там нужно прикладывать холод определенное время, там нужно принимать определенные лекарства и так далее, чтобы не было сильной припухлости, чтобы не было, скажем так, нужно чистить, несмотря на то, что там может быть даже чуть-чуть неприятное, когда ты щеткой касаешься той области и так далее, чтобы там рана зажила быстрее и не прошло, скажем так, осложнений каких-то. Часто у людей болеет вместо зубовой мудрости из-за осложнений. И это не всегда вообще проблема врача, чаще всего это безалаберность пациента. Шоколадки кушать можно? Я из тех стоматологов, которые угощают своих пациентов шоколадками. При зубе мудрости это очень важно. Поэтому поел шоколадку и счастлив просто, и боль отпускает. Ну, вот это мой случай. А вреде сахара мы тут не будем говорить. Если это уберем вред сахара, ну, удовольствие. Просто главное, чтобы она на зубах долго не оставалась, потому что она является причиной, скажем так, возникновения кариеса. Точнее, не возникновения, а прогрессирования. В прошлом не было столько кариеса, сколько сейчас. Из-за того, что увеличился, очень сильно увеличился употребление сахара и вообще таких рафинированных продуктов, даже вот, скажем так, белой муки и так далее. Соответственно, это привело к тому, что те бактерии, которые питаются именно вот такого характера питанием, они очень хорошо себя чувствуют, очень быстро развиваются. И, соответственно, они разъедают и уничтожают, скажем так, слабые точки нашего зуба. Оттуда и начинается, скажем, этот процесс. Большая часть людей живет спокойно с камнями в зубах и открывает для себя, что такое камни, зубные камни, просто приедя к стоматологу. И ничего, все хорошо. Кариес – это также на уровне, как зуб мудрости, или к нему можно отнестись так себе? К нему даже нужно отнестись посерьезнее, чем к зубу мудрости. Потому что зуб мудрости, может, нам и не так сильно нужен. Если он не вызывает проблем, он может до конца жизни остаться или внутри кости, или может там прорезаться и там жить своей жизнью. А кариес уничтожает абсолютно наш любой зуб. И, соответственно, повреждение зуба в конечном счете может привести к тому, что вообще сильные зубные боли из-за того, что дошло весь процесс до нерва, удаление нерва, то есть зуб уже не живой. Он просто как макет, просто во рту и все. А со временем она еще и крошится, со временем она еще и, скажем так, ломается и так далее, и так далее. То есть, одним словом, кариес запускает разрушительный процесс. Его нужно предотвратить в самом начале. Как только заметили, иногда, иногда, кстати, есть один вид кариеса. Он для пациентов незаметный. Это контактный кариес. Это когда между двумя зубами, тем более, если пациент не пользуется зубной нитью, и вообще без понятия, что это такое, там вот развивается кариес, который начинает вот внутрь обоих зубов, сверху, со всех сторон, откуда ни смотри, все идеально, до тех пор, пока не ломается крыша, скажем так, этой кариесной полости. И тогда оба доктора. Я просто ел хлеб, и тут у меня вот в зубе такая дыра появилась. А дыра была, просто сломалась, то есть как бы потолок. И, а это можно диагностировать, если мы минимум раз в год будем делать рентгенологический снимок, желательно 3D-снимок даже, потому что там можно все детали увидеть. И если есть даже маленький очаг, то это можно маленькой пломочкой восстановить, и зуб будет дальше очень долго служить. А так за полгода может прям в этот процесс очень сильно пойти, тем более если плохая гигиена, то есть пациент плохо чистит зубы, не пользуется зубными нитями. И в конце концов получится, что то есть зубы уже нужно нерв удалить. В таком зубе нерв уже держать бессмысленно, он будет все-таки пульпа, да? Да, пульпит вызывает. Это воспаление нервозуба, воспаление пульпозуба точнее. Там и нервы, и сосуды, то есть это такое сплетение, скажем так, такое, которое находится внутри зуба. Хорошо, мы удалили нерв, дальше мы его запломбировали, правильно? Он остается мертвым. Это очень важный процесс, кстати. Многие не знают о важности этого процесса, и обращаясь с разным стоматологом, потом сталкиваются со осложнениями. То есть там типа у меня свич появился и так далее, типа у тебя десна слабая. Это полный бред, нет такого понятия, десна слабая. Просто каналы, они нехорошо продезинфицированы и не герметично закрыты. То есть вот это место, где раньше был нерв, нужно его герметично, скажем так, своеобразным способом запломбировать. И после этого, это фундамент, скажем так, если там что-то будет не так, то что бы ты на этот зуб не делай, возникнет проблема, и нужно будет опять это все вскрыть, это все, скажем так, вычищать и так далее. А это умеет не каждый стоматолог. В Азербайджане очень мало специалистов, которые это умеют и практикуют. Этот зуб уже мертвый, правильно? И он крошится, он разрушается. Нам удалять? Удалять – это самое последнее, что можно делать. Поэтому об удалении стоматолог должен вообще забыть. Только тогда, когда никакого другого варианта нет. Даже если можно продлить жизнеспособность зуба там на полгода, на год, то нужно стараться это делать. А если сильное поражение, это более 50% зуба разрушено, плюс еще нерв зуба, уже нервы зуба нет, то такие зубы нужно защитить с помощью таких конструкций, как коронки, виниры и так далее. Есть сейчас очень, скажем так, классные материалы, которые можно добиться максимально красивой эстетики, такой, что вообще никто не заметит, что у тебя с этим зубом как-то типа там нерва нет или там что-то еще, потому что это все и защищает зуб, скажем так, эта конструкция сверху. Она не дает возможности крошиться, ломаться и так далее. И при этом еще эстетично очень хорошо смотрится. А на такой вот крошеный, да, вот такой непонятный зуб можно ставить винир? Потому что винир – это же тоже оттачивание зуба. Есть огромное количество конструкций. Часто, то есть как бы все называется чуть ли винирами, но у виниров тоже есть разновидности, скажем так. Во-первых, начнем с того, что во время винира зубы не обтачиваются сильно, как во время коронки. То есть там оставляется прям огромное количество эмали даже. Тогда как во время того, как мы делаем коронки, эмаль почти полностью убирается. То есть, соответственно, винир – это самый минимальный инвазивный, переведу, самый щадящий способ, скажем так, защиты зуба. Это как девочки, вы ногти делаете. Вот. И красоту добиваете. И отчасти, то есть как бы если есть какие-то моменты, можете еще защищать, грубо говоря, ногти, которые пот. Ну, у вас там не совсем защита. Но вот со стороны стоматологии, да, это защита. Убирается во время виниров 0,3-0,5 миллиметров. То есть это максимум где-то плюс-минус половина миллиметра. То есть можете представить? То есть это очень-очень мизерно. И это все потом с помощью пресс-керамики она закрывается. И если зуб сильно разрушен, часто нужно бывает при сильных разрушениях сделать так называемый винир 360. Что это такое? Это из того же материала, из чего делаются классические венеры, делается коронка. Просто со всех сторон охватывает. Чем она лучше? У нее имеется химическая связь с зубом. У других видах коронок это отсутствует, скажем так. Она только механически держится. А в данном виде, скажем так, когда мы делаем, мы добиваемся монолитности. То есть как бы его оттуда просто вытащить уже невозможно будет. То есть можно с помощью прям специальных, скажем так, инструментарий и так далее. А так, то есть как бы получается, что вы возобновили эмаль своего зуба. Или защитили пленку, сделали на эмаль вашего зуба. Тогда, когда сначала все исправлено. Вот тогда как раз-таки тот момент 0,3-0,5 мм, она действительно. Но тогда, когда один зуб выпирает сильно, другой внутри находится и так далее, там, разумеется, уже нужно, бывает, что-то больше обточить. Что-то наоборот почти не трогать, потому что его нужно наоборот, то есть на него наслоить и так далее, для того, чтобы вот этой гармонии добиться. Из-за этого чаще всего, если, то есть как бы у пациента есть желание сделать все идеально, и вот пациент понимает серьезность всего этого, то сначала делаются как раз-таки вот брекеты или лайнеры. То есть все на своих местах, а потом уже делается на это все как бы красота с минимальным затрагиванием, скажем так, самого зуба. Есть даже такой вид венера без обточки. То есть не трогая зуб, на него тоже можно делать венера. Просто это должен быть идеально положение в поставленные зубы. То есть получается, что вообще коронки – это в прошлый век, и жили себя, да? Сейчас популярно больше венера? Да. С каждым годом это все больше набирает популярности. Во-первых, в связи с тем, что зуб меньше всего, скажем так, как обтачивается именно во время венеров. Ну, профессионально говорим, препарируется, но для простых, скажем так, наших слушателей, скажем, обтачивается, как ему все привыкли. А меньше всего это во время венеров. Второй момент – вот эта химическая, скажем так, связь этого венера с нашим зубом. Она надежность увеличивает этой конструкции. И третий момент – эстетика. То есть с венером можно добиться очень красивой улыбки, порой гораздо красивее, чем естественная, скажем так, которая была у пациента. И это все приводит к тому, что это набирает популярность. То есть вместо вот этих золотых зубов, которые были когда-то, или металлокерамических конструкций, которые там с синими деснами, и сразу видно, что эти зубы вообще они не свои, непонятной формы и так далее цвета. То есть сегодня вообще уже никто золотые коронки не ставит? Я так скажу, я ни разу не поставил ни одну. Я даже металлокерамику не работаю. Потому что вы, наверное, видели пациентов, у которых десны такие синие, вот вокруг зубов. Это все влияние металла на наш организм. То есть как бы на наше десна, оно вызывает определенное воспаление в этих зонах, из-за чего и такая синюшность, кровоточивость, запах порой бывает и так далее. Чтобы этого всего не было, вот, нужно выбирать правильные конструкции. Это цирконевые в определенных ситуациях, она более дешевле обходится. Или же как раз такие вот, то, с чего делается винир, это пресс-керамика, имекс. Почему же раньше так были популярны все-таки эти коронки? То есть люди не понимали, что ставят во рту кучу золотых зубов, которые называли там весь рот в жигулях. Это стоило прилично? Есть разные типы пациентов. Некоторым пациентам нужно восстановить функцию. Некоторым нужно восстановить эстетику, красоту. А некоторым нужно пандаваться. То есть так, как тогда раньше делали золотые зубы, чтобы все понимали о том, что у него есть деньги, он вложился в себя, так сейчас делаются виниры, такого прям белого-белого цвета, чтобы все прям замечали о том, что он сделал виниры, значит, он способен на это. Это какое-то самоутверждение еще за счет улыбки. А не кажется ли вам, что с венерами сейчас тоже перебарщивают? Ведь винира потом приводит к этой самой унитазной улыбке, как это все называют? Иногда пациенты вот прям сильно настаивают, что хочу вот так и точка. Лично я пытаюсь переубедить любого пациента, который так говорит. Часто мы находим компромиссное решение. Бывают ситуации, в которых пациент соглашается с моим мнением, мы делаем максимально светлые, при этом естественные, скажем так, зуб не одного белого прям цвета, а есть определенная градация цвета. То есть как бы от боли к десне, она чуть темнее, боли к режущему краю, она чуть светлее, и внутри всякие вот эти мамелоны, вот эти красивые эффекты и так далее. Чем, скажем так, естественный цвет зуб, ну, у естественных зубов тоже есть более светлые оттенки, то есть как бы, тем она смотрится красивее. Но иногда пациенты, скажем так, говорят, нет, хочу, скажем так, прям белые-белые, стараюсь уговорить как минимум на более темный оттенок этих белых зубов, скажем. Более естественные. Ближе хотя бы. И есть люди, которые все-таки готовы отдать полмиллиона за эту унитазную улыбку. Цена зависит от многих факторов. Зависит от того, в какой стороне делается. Зависит от того, какого материала делается. Потому что иногда бывает, что нужно делать тотальную работу, то есть как бы полностью вот все зубы, которые есть, так или иначе их защитить, закрыть и так далее. А иногда делается венера просто на линию улыбки. То есть улыбнулись, что видно, то и сделали, скажем так. Это 10 зубов наверху, 10 зубов внизу. В бюджетных вариантах иногда бывает, хотят просто 10 зубов наверху. Типа во время улыбки видно, а внизу, допустим, сделали отбеливание еще, чтобы как-то вот цвет еще был более близок. Ну, есть и такие варианты. Опять-таки, все зависит от желания пациента и от материальной способности тоже, разумеется. Потому что это такая, скажем, в стоматологии, такая элитная процедура, скажем так. Кстати, как часто приходят пациенты, которые взяли в кредит в банке и просят сделать Голливудскую улыбку? Скажем так, иногда такие пациенты бывают, но чаще всего это пациенты, которые уже обладают определенным финансовым достатком, которые знают, чего хотят. То есть как бы понимают о том, что есть определенные иногда дефекты, то есть как бы, ну, я хочу, если у меня есть финансы, я хочу, чтобы все было идеально, без проблем. Это самый идеальный вид пациента. Иногда бывает, нужно вот чисто с точки зрения здоровья делать этот момент. Сильно он испортился или там что-то еще. То есть когда цвет, он сильно изменен, и это прям портит улыбку, нужно как бы вот делать гармонично. Но в таких ситуациях разные варианты бывают. То есть как бы иногда бывает, они говорят, доктор, я типа через 2-3 месяца я к вам вернусь. То есть такой момент бывает. Иногда бывает, если это пациент, который мы можем доверять, мы можем, то есть как бы найти какое-то компромиссное решение, пооплатив часть в начале, часть после выполнения работы. Я понимаю, там взять телефон в кредит, но тут зубы в кредит. Звучит даже страшно. Мне кажется, не зубы, а улыбка. Вот, соответственно, то есть как бы, мне кажется, лучше ходить с красивой улыбкой, чем с красивым айфоном, то есть... Есть момент еще, а, неохота, ну вот лишний раз я возьму нить, пойду к зеркалу, там что-то почищу. А нужно ли пользоваться этими нитями? Обязательно. И нужно пользоваться каждый день, но есть альтернатива. Есть так называемая вещь, называется ирригатор. Это что? То есть это такой аппарат, который вы наполняете в воду, и это аппарат под давлением выдает в воду и воздух. И, соответственно, вот эта вода, она может выполнять ту же самую функцию, что выполняет зубная нить. Вы после того, как щеткой прошлись, проходитесь еще и этим. И вот между зубами, когда вот этот водный напор попадает, она вот оттуда все тоже вычищает. И вот, соответственно, вы можете, то есть как бы с помощью технологий упростить себе жизнь, вместо того, чтобы зубной нитью постоянно пройти. Но все-таки скажу так, что хотя бы раз в неделю классическую зубную нитью тоже нужно проходить, потому что ирригатор чистит на 90%. То есть не настолько классно, как может делать простая зубная нить. Раз в неделю нитью? Да, раз в неделю нитью, в другие 6 дней вы можете пользоваться ирригатором. Как же после каждого приема пищи лучше вычищать и так далее? Если у вас ничего не застревает, не надо после каждого приема пищи. Во-первых, именно зубной нитью нужно пользоваться один раз в день. Это вечером, перед сном. В целом, зубными как бы щетками это утром после еды, а не до еды, как обычно часто делают. То еду можно просто полоснуть рот. А после еды обязательно нужно как бы вычищать. И вечером, разумеется, или после еды, или перед сном, уже кому как удобнее. Днем, опять-таки, на усмотрение. Если у вас есть возможность на работе иметь свою личную зубную щетку, будет только вам на пользу, если будете. Но если нет такой возможности, хотя бы просто сполосните, чтобы остатки пищи как можно меньше остались на ваших зубах до вечера. Почему же у нас тогда во всех заведениях, на столе или там у многих людей чисто даже в кармане просто какая-то привычка пользуются зубочистками? Взял, вычистил, зубочистка заменила тебе нить. Что такое зубочистки вообще? Зубочистку? Кто придумал это вообще? Нужно суд подать. Это на самом деле очень-очень-очень плохая привычка, которая есть у нашего народа, от которого нужно избавиться. Забудьте про зубочистки. Лучше в кармане держите зубную нить. Она такая же маленькая, поверьте, как эта зубочистки, то есть как бы, но при этом, то есть как бы она чистит щадяще. Вы ее реально можете вытащить абсолютно то есть любой остаток, который у вас может сострять. А зубной нитью вы, во-первых, будете, скажем так, травмировать десну, пока вы там что-то вытаскиваете. Второй момент, при частом пользовании вы раздвинете свои зубы, у вас там щель будет больше, соответственно, и пища оставаться в следующий раз будет больше, чем предыдущий. И, грубо говоря, вы вызовете себе лишнюю проблему. Раз уж речь зашла о щетках, какие щетки вы как профессионал советуете и зубные пасты? Если выбирать между щеткой и пастой, выберу щетку. Почему? Потому что важен сам факт вычищения, чем то, каким средством вы вычистили. А эмаль? Зубная щетка, она не оказывает какого-то сильного действия на эмаль. Чаще всего как раз таки абразивные частицы, которые в пасте, они как раз таки могут, скажем так, ну, отчасти, скажем так, царапать вашу эмаль. Не так важно, какую зубную пасту вы выберете. Главное, не выбирайте какие-то типа отбеливающие, какие-то типа там супер какой-то там эффект вам даст и так далее. Вы видите, что-то среднестатистическое, вы точно не ошибетесь, то есть как бы что-то комплексное чаще всего. Зубная щетка, она должна, вот эти щетинки, они не должны быть прямо такие усеченные, как мы часто видим у производителей. Они должны быть как наши ресницы. То есть они идут, такие утончаются и вот так. Вот чем у них больше вот этих, скажем так, утонченных волокон, тем они лучше проникают вот более такие вот межзубные, скажем так, участки, предисневые части, тем они лучше вычищают. Поэтому, то есть как бы обязательно обращать внимание на саму форму этих, скажем так, ресничек. И второй момент, что есть такое классное, самая классная зубная щетка, это звуковая зубная щетка. Это не электрическая, которая, то есть как бы все думают, вот эта крутящаяся, она толком не вычищает, она стирает эмаль с тех областей, которые более выпирающие у зуба и вызывает много проблем. То есть не надо это покупать, лучше, если хотите классную, навороченную зубную щетку, покупайте звуковую зубную щетку. Она похожа на обычную зубную щетку, просто у нее есть звуковые вибрации, не ультразвуковые. Кстати, вот многие могут думать о том, что ультразвук типа круче. Нет, ультразвук оказывает негативное влияние на полезные бактерии во рту, а звуковой он не оказывает. То есть там другая частота волны и соответственно не оказывается этого влияния, а при этом он еще помогает, скажем так, определенной части налета помимо из-за этих звуковых волн еще от зуба отойти, помимо механического касания самой щетки. А есть еще такая разновидность щеток, как нисфак? Не совсем щетка, это более, скажем так, древние корни, скажем так, у этого метода вычищения и так далее. Она появилась вообще до щеток, скажем так, в свое время, то есть этим люди вычищали и есть определенные плюсы этого. Что имеется в виду? В составе вообще самого этого нисфака есть определенные элементы масла, которые имеют антибактериальные свойства и в целом то есть как бы даже некоторые зубные пасты в своем скажем так составе есть с мисфаком и так далее. То есть соответственно можно им пользоваться, но оно не должно замещать полностью щетку, потому что это все-таки более, скажем так, предыдущая версия зубных щеток, сейчас есть более продвинутые, те, которые лучше справляются с этой задачей, поэтому если кому-то это нравится, как дополнительный метод может использовать, но она не должна, я считаю, полностью замещать, потому что она не настолько может вычищать полностью все, что может делать зубная щетка. У нас во рту огромное количество бактерий, все зависит от того, насколько вы здоровы, если вы здоровы, там очень много положительных, полезных бактерий, которые выполняют ту функцию, которую им нужно выполнить, то есть они наоборот нам в пользу, факт того, что они там есть. А тогда, когда у нас есть зубные камни, есть невылеченные кариесом зубы, есть неправильные конструкции, которые собирают вот эти остатки пищи, и потом это все там благополучно разлагается, и из-за чего возникает совершенно другой бактериологический фон. И из-за этого, да, она может нести определенную опасность, потому что все-таки эти бактерии влияют в целом на здоровье, чаще всего из-за них могут еще при каких-то простудных заболеваниях танзилы, то есть как-то наши защитные, скажем так, моменты в горле, они могут воспаляться, это может еще на в целом желудочно-кишечный тракт негативно сказываться, потому что каждый смыг глотая слюну, мы порцию этих бактерий закидываем как бы дальше себе в организм. Поэтому чем чище у вас во рту, чем здоровее, тем меньше вам нужно бояться за этих бактерий. Там много, значит, полезных, которые вам и так нужны. Ладно, бактерии, а запах изо рта, это же еще одна боль. Давайте начнем вот так прям по порядку. Первая причина и самая частая это зубные камни и зубной налет. Насколько бы мы идеально не чистили, через определенное время у нас все-таки возникают в определенных точках таким налет, который, ну, уже прилип к зубу, а потом это превращается уже в зубной камень. И это на самом деле, скажем так, такой очаг прям бактерий. Это их дом. И если нам позволить, то они там себе мегаполис построят и, соответственно, будет тусить, и, соответственно, у нас во рту такой запах из-за их тусовки, что происходит у нас же во рту. А когда вовремя, то есть это в год два раза, каждые шесть месяцев обращение к стоматологу, стоматолог смотрит, если реально уже есть нужда, то делается профессиональная очистка, все эти участки вычищаются, после этого еще и назначается определенное профилактическое ополаскивание, в котором уменьшается количество этих полезнотворных бактерий, то в целом, то есть как бы запах из-за рта по данному вопросу, то есть именно из-за вот налета и камней, можете вообще не беспокоиться. Вторая причина это кариозные зубы. Когда они начинают портиться, тогда и как раз таки возникает вот этот запах. И плюс эти очаги, которые кариесом поражены, это все-таки определенные дефекты, в которых застревают остатки пищи. Помимо самого процесса, который в зубе происходит, еще и эта пища там, еще и начинает как бы сгнивать и так далее, и соответственно у нас вызывается такой запах. И плюс в этих же кариозных очагах тоже огромное количество этих бактерий. Если у нас сделана чистка, все в порядке, то есть нет зубных налета и камней, помимо этого, если все зубы вылечены, то причин со стороны стоматологии нет никаких, чтобы был какой-нибудь запах. Вовремя нужно взяться за свои камни. Это однозначно. Вот каждые 6 месяцев контроль, если появился вроде маленький кариоз, вылечить, если появились камни, убрать, тогда вообще в целом можно со своими зубами до конца жизни. Кстати, после этого сразу делают отбеливание, то есть советуются делать отбеливание или вообще когда прибегают к этому отбеливанию? Отбеливание чаще всего это эстетическая процедура. Меняем только цвет. А цвет меняется с помощью определенных гелей, определенных систем. Есть несколько разновидностей, есть, скажем так, химическое, есть световое отбеливание. Все зависит от того, вот этот элемент, который катализатор, то есть то, что запускает эту реакцию, чем активизируется. В химическом методе это активизация идет за счет химического замешивания двух компонентов. А в световом, скажем так, там ультрафиолетовый свет, он активизирует компонент и все начинает действовать. И чистка это номер один, само по себе. Но после этого есть классная вещь, которую редко кто делает, но у нас она существует. Это ремотерапия. То есть, берется слепки, готовятся индивидуально прозрачные, мягкие капы для вас, чтобы вам было максимально комфортно. Потом, есть гель, в составе которого очень много минералов, нужных именно нашему зубу. Потому что, хотим этого или нет, тем более, те, кто много там сладкого, там забывают, иногда пропускают зубы чистить, у них, скажем, вот должно быть на защите, на Ямале, 100 солдат. Ну там повымирали, там 20-30 и так далее. То есть, как бы есть невидимые глазом, скажем, пробелы на зубах. Вот когда вот мы делаем эту ремотерапию, вот на те пробелы как раз-таки вступают новые воины, которые находятся вот в этом геле. А вот это чисто вот про уход, вот как вы, девочки, делаете там волосы, уход и так далее. Вот есть такой уже планы и в стоматологии, что гораздо полезнее для ваших зубов. Да, легче не есть. Это, кстати, вот эту ремотерапию, его когда делают? Делают чистку, после чистки назначают как раз, чтобы пациент дома на ночь это просто налил, скажем так, в эту капу и одел на ночь. В течение плюс-минус двух-трех недель. И все. То есть, и так еще через шесть месяцев она предотвращает возникновение кариеса. Чисто из-за того, что, то есть, как бы кариес возникает как раз-таки в слабых точках. Вот там, где больше всего вот этих солдатиков эмали ушло, там и самое слабое язвимое место, где эти бактерии будут атаковать. А тогда, когда мы там восстанавливаем часто, то атака бывает неудачной. После отбеливания приходится сидеть, да, на этой белой диете, да, не пить кофе, вино. Как жить вообще после отбеливания? У всего есть своя цена. Красота требует жертв. Красота требует жертв. А тут нужно жертвовать чем-то красящим, чтобы оставаться белым. Вот. Соответственно, в определенный момент, в начале, там, 10-14 дней, зубы бывают более уязвимы к красящим веществам, поэтому нужно их беречь. Но это всего лишь какие-то две недели, после которого вы, в принципе, возвращаетесь к нормальному образу жизни, и вам не нужно будет держать эту же белую диету. Если вы в целом будете чаще придерживаться этой белой диеты, то тем дольше у вас сохранится этот эффект, конечно. Но не в этом основная цель. То есть, мы и так, когда делаем отбеливание, мы понимаем о том, что это все имеет свой срок. Отбеливание тоже. Это не бывает отбеливание раз и навсегда. То есть, через определенные сроки нужно бывает ее повторять. И чем, то есть, с каждым повторением эффект бывает ярче, и время повтора следующего удлиняется. Пулат, убили мы окончательно зуб. Какой вопрос здесь встает? Как это все сохранить? имплантация? Ну, если вообще никак невозможно спасти, да, самая лучшая альтернатива это имплантация. Не надо его так бояться, как это типа принято, там очень много мифов вокруг нее. На самом деле, все очень просто. У нее есть процент приживаемости, но он 95%. То есть, всего лишь из 100 пациентов у 5 может не прижиться. То есть, у 95% все будет в порядке с этим имплантом. Она неболезненная, так считается. Удалить зуб мудрости более болезненно, чем поставить имплант. И при том, что, то есть, чуть-чуть дискомфорт может быть только в день имплантации. И то не во время имплантации, а просто вечером. Скажем так, сделали укол, или выпили обезболивающее одно, поспали, утром проснулись, все нормально. Но эта процедура растягивается, да? То есть, сразу нельзя поставить это там через какой-то, через какой-то, нет, через 3-4 месяца можно поставить, будет сам зуб. Я так скажу, все зависит от ситуации. Есть немедленное загружение тоже. То есть, как бы, можно иногда сразу же на него сделать коронку. Все зависит от того, какая у вас кость, какой вид импланта, какая фирма. И, если это совпадает, скажем так, моменты, то можно сразу загружать. Какие материалы предлагаются для имплантов? Биоинертные, то есть, нашим организмом спокойно воспринимаемые материалы. То есть, организм принимает, точнее, может, даже ее не видит. То есть, он не является каким-то раздражающим для нашего организма. Поэтому идет такая хорошая, скажем так, биосовместимость. То есть, наша кость с этим имплантом, она очень хорошо дружит и, скажем так, живет. Чаще всего это состав титана, скажем так, но при этом, то есть, как бы, у некоторых производителей чуть-чуть состава могут. То есть, как бы, варьировать. Но это не принципиально. У хороших фирм, плюс-минус, можно вообще не переживать. Миф о том, что то, что устанавливается в импланте, в год съедает по 0,3-0,5 мм кости. Одно дело, это имплант виноват, и это идет. Это когда какие-то неизвестные, скажем так, виды имплантов, то есть, как бы, производители и так далее. Если качественно, то есть, как бы, там какой-то резорбции именно из-за импланта, это крайне редко. Он просто у нас, у самого, наш сам организм, у него с годами все уходит. То есть, с годами мы стареем, появляются морщины. А с чего вы взяли о том, что кость должна быть на том же уровне, в котором у нас в молодости. Именно из-за этого имплант погружается немножко более глубже, чем уровень, скажем так, кости. И достаточно долгое время, то есть, как бы, каких-то эстетических проблем с тем, что вот имплант виден или что-то еще, не возникает. Какая у вас самая популярная процедура? Лично у меня виниры, но у моих врачей это чаще чистки пломбы. То есть, то, что чаще всего людям нужно, скажем так, более первые этапы. имплантация гораздо реже по причине того, что, во-первых, у наших пациентов, тем более, если они в молодости к нам обращаются, еще молодые, мы сохраняем как бы зубы и так далее. В редких случаях, когда уже до нас какая-то процедура сделана, зуб уже вообще никакой, только тогда. Или есть уже дефект, уже удаленные зубы есть, кто-то в армии, допустим, удалили кому-то, кому-то в детстве удалили, то тогда вот имплантация. И почему все-таки боятся ходить к стоматологам? Есть такая фобия, особенно у более старшего поколения. Потому что в их время не было нормальных обезболивающих. И у них был опыт со стоматологом, связанный с сильной болью. Современные стоматологи это вообще уже не про боль. Давным-давно. Сейчас уже нечего бояться. Сейчас спокойно можно обращаться, будучи уверенным в том, что вам максимально безболезен, насколько это возможно. Но иглу чуть-чуть вы почувствуете. Но это не такая игла, которая делается прям большие, самая-самая тонкая, которая возможно. А хороший стоматолог или хороший техник? Потому что у стоматолога могут быть золотые руки, но у него может быть техник так себе. Я так скажу. Одно без другого никак. Невозможно классной работы дать, если только это классный стоматолог, если только это классная техника. Красивую, техник может дать. Скрыть, скажем так, погрешности стоматолога. Но и здоровую, и красивую только в комбинации. Когда классный стоматолог и классная техника, которые друг друга понимают, которые понимают, что пациент хочет. И это, скажем так, это приносит сотрудничество трех лиц. Это пациента, техника и врача. Вот когда они работают, идут к одной цели, у всех совпадает, скажем так, ожидание, желание и так далее, то получается классный результат. Мой совет, обратитесь к лучшим специалистам, не к дешевым специалистам. Потому что те, кто работают дешево, они не могут себе просто позволить какие-то классные курсы, какие-то новые обучения, новые технологии, из-за чего их уровень работы просто не может быть на уровне с теми, кто через это все проходит. А что вас бесит в вашей профессии? Какие там занудные вопросы, может быть, занудные пациенты? Недоверие иногда. То есть, когда ты видишь, пациент к тебе пришел, заранее с каким-то скептицизмом. Я стараюсь вообще не работать с такими пациентами, потому что угодить такому пациенту все равно будет невозможно. Ты все равно кажешься виноват, насколько бы ты идеально бы не делал. Лишние на себе нервы просто будешь потрепать. Зачем это нужно? Поэтому подальше от таких пациентов, которые изначально проблемные. О самых бесполезных процедурах зубами на что вообще не стоит тратить время и деньги. Ну, на какие-то из интернета заказаны типа отбеливания, там какую-то маленькую такую штучку, зажигалку там ставят в рот, там типа отбеливает это и так далее. Это полный бред. Даже есть пасты такие с фиолетовым оттенком. Когда им чистят, думают о том, что зуб стал светлее. Но на самом деле это просто, скажем так, это чисто художников можно знать. То есть фиолетовый в сочетании с желтым она вызывает как белый эффект. То есть это ничего не изменилось, просто вас обманули. Спасибо большое. Было прям очень классно пообщаться с таким позитивным стоматологом. Мне тоже было приятно с вами общаться. Затронили очень много классных тем. Надеюсь, были полезными.